Добрый день, дорогие друзья! С вами снова Medical Fitness Psychology, я и ведущий Крафтсов Сергей. И сегодня ты узнаешь, почему окситоцин является любовным эликсиром. Я расскажу, какова химическая формула любви, а также чем полезны обнимашки. Подписывайся на канал, ставь лайк, жми в колокольце. Итак, в форме окситоцин вырабатывается у женщин в ответ на близость с ребенком, на контакт с ребенком. Это может быть кормление грудью, тактильные ощущения, когда мама обнимает своего ребенка, зрительный контакт с ребенком, глуховой контакт с ребенком. То есть, когда мы слышим ребенка, и его плач, его смех, и, соответственно, окситоцин позволяет нам все это дело сопереживать. Также окситоцин стимулирует лактацию и основные родительские инстинкты. Я же по большей части хотел вам рассказать о роли окситоцина в эмоциональном стрессе. Стресс может быть самый разный. Это может быть переживание расставания с человеком, или во время бар, когда идет депрессивная фаза, или может быть просто у вас, соответственно, по какой-либо другой причине грусть и печалька. Одно измешение окситоцина является миндалина-омигала. У высших позвоночных, в том числе и человека, миндалевидное тело играет важнейшую роль в формировании и хранении автопиографической памяти, связанной с эмоционально окрашенными событиями, в том числе в так называемой системе бояться или доверять. Есть ряд исследований, которые показывали взаимосвязь между нарушениями миндалини-омигала и психиатрическими расстройствами, в том числе и бар. Социальная же поддержка, как правило, запускает выброс окситоцина, что способствует снижению кортизола. А кортизол, как мы все знаем, это так называемый гормон стресса. Если вам интересно узнать про то, что такое кортизол, пишите мне внизу в комментариях. А я вам сейчас расскажу очень интересную историю. Проводили эксперимент, в общем, собрали людей, и людей, значит, все прессовали в одной группе, да, то есть собрали группу людей, поставили одного человека, и они, в общем, ругали этого человека за что-то, как-то давили на него. И несмотря на то, что человек знал, что это будет эксперимент у него, замеряли уровень кортизола через слюну, через слюну, и, соответственно, он повышался в момент вот такого прессинга, давления, такой вот атаки психологической. А другую выборку делали, когда, соответственно, этого человека другая группа людей поддерживала. И делали разные тесты во время этого прессинга, его поддерживали, и, в общем-то, эта поддержка была после этого прессинга. И везде, когда была поддержка и были объятия, то, соответственно, уровень кортизола у людей снижался. Ну, и что свидетельствует о том, что действительно окситоцин, во-первых, снижает уровень кортизола, а, во-вторых, нам необходим для борьбы со стрессом, нам необходима поддержка и позитивные эмоции. Встречались неисследования, когда брали такие проблемные пары, у которых, соответственно, были ссоры. Это штатовские исследования. И им назначали назальный окситоцин. После чего пары утверждали, что у них получалось лучше, соответственно, достигать компромисса. Их взаимоотношения улучшались, дорогие друзья. Вот каким волшебным свойством обладает этот гормон. Он разрушает вот эту цепочку, когда у вас, соответственно, во время ссоры высокий кортизол, нарастает стресс, да, и вы уже не контролируете себя. Он запускает обратное чувство восприятия, да, партнера и готовность запускает идти на компромисс. Также наблюдается гендерная корреляция. Таким образом, женщины у нас считаются более эмотивными и более окситоциновыми, чем мужчины. И они у нас являются более сострадательными. Как раз таки из-за того, что в женщинах генетически заложено больше окситоцина. Также считается, что сина, реальный узел, находящийся в сердце, реагирует на окситоцин. Поэтому во время искренних объятий вы испытываете вот это ощущение изменения сердцебиения. Стоит заметить, что объятия, конечно, имеются в виду такого любовно-романтического характера или родительского характера, а ни в коем случае не объятия, которые подразумевают какой-то сексуальный подтекст. Также окситоцин стимулирует анкефалины. Это разновидность нейропептидов, опиоидные пептиды и эндорфины. Это нейропептиды, которые способны снизить боль, уменьшить чувство страха и сделать человека более счастливым. Считывая эту взаимосвязь, следует заметить, что при зависимости от чего-либо, это может быть алкоголь, табак или наркотики, общий стержень лежит именно в нарушении опиоидной системы, в которой окситоцин играет важную роль. На Западе окситоцином успешно лечит фибромиалгию. Это как бы симметричная мышечная скелетная боль, связанная с гипертензией мышцы, ну и, соответственно, последующим болевым синдромам. Но на этом не хотелось бы заострять внимание. Отмечу просто, что окситоцин способен снимать мышечный спад. Также были исследования, которые показывали на то, что окситоцин выделялся в ответ на массаж, но все очень индивидуально, и мастер, выполняющий массаж, должен быть приятен человеку, а сам массаж должен иметь расслабляющий характер. Окситоцин является вазодилетатором, а это значит, что он оказывает сосудорасширяющее действие, румянец на ваших щечках, а также ушах. Во время сильных чувств и есть признак вазодилетации, что проявляется как во время эндогенного воздействия, ну, то есть, когда выделяется ваш собственный окситоцин, так и во время экзогенного, когда мы вводим окситоцин извне. Недостаток окситоцина повышает риск сердечно-сосудистых событий, ну, то есть, проще говоря, заболеваний сердечно-сосудистых. И самое интересное, дорогие друзья, окситоцин в каком-то смысле может являться любовным эликсиром. И тут я хотел бы рассказать вам о так называемой формуле любви. Конечно, я все упростил, но, тем не менее, это очень интересно, да. Я не хотел бы вас так разочаровывать, но наши чувства, они все в каком-то смысле контролируются гормонами, да, и это нечто такое, что можно создать даже искусственно, даже если мы начнем, так скажем, размешивать их в пробирке, их вкалывать, их извне, да, действительно, можно у человека вызвать чувства привязанности и какие-либо другие чувства, вводя ему те или иные препараты. И все наши чувства, к сожалению, они обусловлены простой химией, да, но можно называть это химией души, и это волшебное свойство организма, безусловно, неспосланно нам свыше, да, и, соответственно, не нужно к этому относиться так, что, ой, вот есть формула любви, значит, все это теряет какую-то ценность. Тем не менее, если это все искренне, и это внутри вас, ценности в этих чувствах, они нисколько не нивелируются, дорогие друзья. Итак, формула любви из чего состоит? Первое. Это фаза страсти. Когда вы испытываете сексуальное влечение к партнеру, и немалую важную роль играет здесь всем, уже на слуху, наверное, намазолившие на ютубе глаза, тестостерон. И в некоторых исследованиях считается, что немножечко эстрогены, но не будем углубляться в это. Вторая фаза. Дофамин и фенилотеламин, дорогие друзья. Эти два вещества провоцируют в вас романтические ощущения. Это то, когда вы держитесь за руку, это то, когда даже на прогулке вы испытываете все эти теплые чувства по отношению к партнеру, это вот это вот чувство потребности в теплых объятиях, в просто близости и нахождении ради, рядом с любимым человеком, да, желание с ним сопереживать какие-то его моменты и быть рядом, и вот эти вот вся вот эта вот романтика, да, когда вы просто молча можете сидеть, держаться за руку, обниматься. Это все дофамин и фенилотеламин. И третья фаза, дорогие друзья, самое важное, это окситоцин. Именно в этой фазе включается окситоцин, и он вызывает чувство уже более глубокой привязанности, когда вы чувствуете, что вы привязаны к партнеру, что вы его любите и что он вам необходим, когда вы при взгляде на партнера уже начинаете радоваться, и все вот эти теплые чувства способны провоцировать окситоцин. Также окситоцин у женщин повышает любрикацию во время полового акта. Проще говоря, как бы смазывает процесс. На Западе для этих целей есть окситоциновые свечи. И, конечно же, стоит отметить, что, соответственно, когда в этом плане у женщины все хорошо, или становится вдруг все хорошо, то это значит, что вы испытываете серьезную близость по отношению к вашему половому партнеру. Помните это как в той шутке? Как проверить, что мужчина вам нравится? Нужно прийти домой, снять трусы и подбросить их к потолку. Если они прилипли, значит, мужчина вам нравится. Также окситоцин увеличивает оргазмию у женщин. Качественно и количественно. Входя из вышеперечисленного, некоторые специалисты называют окситоцин женской виагрой. У мужчин же окситоцин провоцирует более быструю эвакуляцию и меланхолическое настроение после полового акта. Дорогие друзья, я желаю вам, чтобы в вашей жизни, возможно, больше присутствовало эндогенного окситоцина и того, чтобы вы всегда испытывали как можно больше всплесков этого замечательного гормона. С вами был Medical Fitness Psychology. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки. Я вас всех жду на своих консультациях онлайн, по скайпу, по вайберу, по ватсапу и по другим любым доступным мессенджерам. На данный момент моя консультация стоит 1000 рублей и мы можем на ней решить множество-множество всяких интересных вопросов, которые вас интересуют и, может быть, даже ваших проблем со здоровьем или психологическим состоянием. Да пребудет с вами здоровье!